Плох тот человек, который увидев слабость в другом, начинает на этом паразитировать. И если он ощущает, что жертва его засмущалась, зажалась и зарабела, он начинает давить туда ещё сильнее. И как правило, давит он туда до полного морального уничтожения, с ненасытным рвением и с неконтролируемым самолюбованием. Наверняка каждый из нас чаще или реже бывал на месте того или другого. В первом случае человек, ощущающий неконтролируемое желание доминировать и унижать того, кто слабее, должен научиться видеть в других людях себя самого и перестать следовать своим животным инстинктам и начинать пытаться становиться человеком разумным, борьбой с самим собой. Разум человека сильнее его чувств. Будь это не так, мы бы до сих пор жили в пещерах. Не борясь с собой, такой человек потеряет уважение друзей, товарищей и знакомых. Это вопрос времени. Во втором варианте, если вы оказываетесь на позиции того, кто слабее, то есть жертвы, то спросите себя, пожалуйста, глядя в зеркало. Кто вообще может и имеет право демонстративно ставить себя выше меня? Ответ. Да никто абсолютно. Ты не имеешь права позволять другим людям внушать тебе идею о том, что ты слабее. Эта привычка быть слабым только укрепляется с каждым днём, если с нею не бороться. Также и привычка быть сильным укрепляется с каждым днём. И какие привычки выбираешь вырабатывать в себе ты? Также, если человек пуглив, его могут убедить и заставить поверить во что бы то ни было. Просто за счёт уверенности в действиях. Когда он видит человека раскрепощенного, уверенного в себе, в своих словах, он не может не следовать тому, что видит. Потому что пугливый обыватель неконтролируемо сильно уважает те качества в людях, которые в нём отсутствуют. И очень сильно хочет ими обладать. Хотя бы визуально. По этому поводу один автор сказал. Каждое действие в жизни человека является последней битвой воина. Поэтому всё следует делать безупречно. Ничего не следует оставлять незаконченным. У меня больше нет незаконченных дел. Ничто не отложено и ничто не связывает меня. Как выстраивается иерархия? Стопроцентный способ повысить уверенность и поднять самооценку. Как научиться быть готовым к конфликту в любую секунду, при этом быть расслабленным и не париться? Как распознавать скрытые невербальные сигналы? Как научиться предвидеть действия до их воспроизведения? Друзья, на моём телеграм-канале уже есть конкретные и подробные рекомендации, что и как делать. Для того, чтобы чётко и грамотно выстроить свою психику. Всё готово, всё уже расписано в мельчайших подробностях. Всех жду и добро пожаловать!